друзья уважаемые трейдеры всех приветствую с вами педром рауфи и у нас ежедневный обзор рынка течение которого мы познакомимся поближе что происходит на рынках на графиках посмотрим и проведем обзор фондовый рынка форекс рынка и и криптовалюту тоже разберем начнем с того что мне писали по поводу криптовалюты я его прошлый раз не разбирал потому что тот же день у меня был обзор криптовалюты обширный обширный на крипто картель и до на клуб картеля в ютюбе поэтому я просто не разобрал сегодня крипту тоже разберемся что в кратко 40 посмотрим что будет произойти как мы видим с прошлого раза негатив который начался и продолжается по сей день вчера набрал еще один довольно хороший оборот по фондовому рынку сша которого мы видим виде прорыва 400 4400 баксов то есть как в виде прорыва отметили 4400 баксов эта отметка прорвалась и к этому были перерассылки на которых мы вчера обращали внимание такие новости как например заявление фрс о том что несмотря на то что например дельта ковид распространяется и так далее но ужесточение монетарной политики к сентябрю может произойти при этом были еще моменты о том что дельта вариант распространяется нужно больше помощи со стороны государства и так далее но опять же как мы видим коррекция которая произошла откат который произошел он довольно набрал очень хорошую на картинке он смотрится очень таким сильным но с другой стороны единственный момент что обрадует это не та коррекция которого мы ждем в плане полного полной распродажи на фондовом рынке то есть как мы видим цена все еще во первых в рамках канала долгосрочном долгосрочного канала ты ты через такой менее долгосрочный канал внутри которого тоже цена все еще продолжает двигаться то есть все еще вот нету того сигнала сильного спада но к сожалению данная ситуация повлияла на форекс рынка и в 1 валютной пары с прошлого раза как мы смотрели так и продолжается движение восходящие индекса доллара дневной график сейчас секундочку пятнадцатый минутный включу и как мы видим восходящие движение все еще продолжается вчера был прорыв цена в данный момент консолидируется набирает набирает энергию чтобы либо делать какую-то нисходящую 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 коррекцию какой-нибудь импульс затем снова подниматься либо же развернуться нужно это обращать внимание почему потому что индекс доллара в данный момент в данном случае тестирует сопротивление которое довольно такое истерическое с конца марта этого года и этот максимум тестируется сейчас цена до к нему поджимается но все равно вот его ретест более важен чем то что сейчас происходит ты сейчас он просто тестируется а в будущем случае если произойдете у вас очередной ретест исходя из того очередного ретеста отметки 93 40 можно будет определиться уже конкретно чтобы с долларом доллар может корректироваться начать начинать корректироваться и на это намекает технические технический вид графика с и 500 тоже что под у джонсу ситуация приблизительно похоже и цена по факту вблизи линии тренда который кстати очень дал довольно такая тоже среднесрочная но там есть еще каналы в котором двигаются цены индексов это у джонс и сам себе пицца который более долгосрочно но в данном случае сейчас данный момент да мы знаем что и по себе 500 и по должен су некая поддержка некоторой хорошей поддержки прорвались но имейте ввиду момент что тестируется зеркальная отметка под джонсу сопротивление которое долгое время не давало цене продолжать восходящее движение это диапазон сопротивление 35000-44800 я сейчас тестируется да цена находится находится ниже него но все равно насколько еще это движение будет двигаться насколько еще доллар будет набрать обороты и насколько этот потенциал велик я в этом к сожалению сомневаюсь то есть собственное мнение мое в том что все таки кажется что индекс доллара может развернуться от этой отметки несмотря на этой поджи этого поджатия который сейчас в данном случае мы видим а имейте ввиду что тут папа по факту нету поджатия но ложный пробой может быть то есть если бы дневная свеча закроется с большой тенью либо же мы получим тут сигнал разворотный по итогам завершения вот этого восходящего импульса на индексы доллара то это будет довольно хорошим сигналом развороте средние сроки какие ожидать сегодня какие ожидаем мы сегодня релизы экономического календаря релизы с сша сегодня в 15.30 по мск и рынок труда число первичных заявок на получение пособия по безработице снижается это хорошо индекс производителей производительской производительной активности от федерального резервного банка филадельфии который тоже увеличивается это тоже хорошо то есть прогнозы позитивный дальше нас ничего не ждет единственное что в этой неделе ночные релизы очень ночных релизов очень много по новой зеландии по китаю и так далее по китаю будет ставка народного банка китая ужесточение монетарной политики в китае продолжается имейте ввиду сделал краткий обзор по китайскому рынку сейчас чтобы вам было понятнее более-менее вот это индекс это форекс пара доллар и юан который выше локальное сопротивление но тут расширяется уже то есть форма формация расширяющаяся происходит это в один из сигналов вероятного разворота который намекает на то что доллар может развернуться вниз по отношению к юаней но с рост самого юаня то есть снижение этой форекс пары зависит от дальнейшего снижения на рынках фондовом на фондовом рынке китая насколько это вероятно нужно тоже проверить посмотрим на чайна и 50 посмотрим на шанхай композит и посмотрим на шэнжэн композит и тут как и вчера я упоминал ситуация не тут не о покупках дело сейчас не идет как бы вы не хотели позитивно смотреть на этот умеренный рост который здесь происходит прямо таких покупках которые вам дадут большие профиты кроме спекуляции тут ничего невозможно делать то есть тут дело не идет о никаких инвестициях или байбеках или или что-то вроде этого тут идет поджатие к локальной поддержке по 50 и чайна и 50 идет снижение максимумов это и со вчерашнего дня я упоминал что это ну как бы это не ситуация о это не о покупках сейчас он не может идти речь и по поводу шанхай композицию здесь хорошая отметка 33 тысячи пятьсот долларов и по шэнжэн компози тоже довольно неплохая отметка который тут находится 14 тысяч 500 если выше поднимемся туда в юань может идти вниз доллар может идти вверх и так далее но опять же корреляцию лучше всего брать между фондов рынка китая с фондов рынка сша и то по обратную корреляцию исходя из этого уже решит по форекс парам что может произойти в целом для того чтобы рост произошел по гектарскому рынку нужно чтобы мы над 14 тысяч 500 поднялись по шэнжэн композиции по шанхай композиции тоже нужно чтобы хотя бы на над 3500 поднялись если не будет такого подъема ну не можно ожидать такого сильного спада юаня и укрепление доллара и еще раз вернемся на форекс пару доллар юань мы пока еще над над максимумами находимся на передыше максимум довольно хорошая отметка находимся который может тестироваться будущем это в случае если доллар корректируется вниз если фондовый рынок сша корректируется укрепление то возможно протестируется 6000 с 6.48 по доллар и он иначе нет попросили прошлый с прошлого раза разобрать акции убера и биткой ну кто же в биткой мы тоже дойдем скоро это у нас акции убером cfd на metatrader 5 очень классный ретест то есть довольно такая хорошая отметка который сейчас тестируется в очередной раз но необходимо обращать внимание еще на кое-что что сильных отметок сильных уровней здесь вблизи только локальный максимум который является отметка 45 долларов и диапазон и его диапазон 47 и 38 скорее всего вот такой вот диапазон он более или менее может дать хоть какую-то хоть какой-то толк с целью дальнейшего принятия решения если исторически посмотреть на график то в рамках этого диапазона можно делать какие-либо выводы если будут импульсивные снижения которых который будет указывать на то что целом уже занялся разве развернуться вверх это хорошо но в целом ту ситуация тоже я не думаю что покупках сейчас большинство компаний фондов рынка сша они падают и по факту держится индекс s&p 500 на выигрыше айти гигант поэтому по поводу покупок покупку покупков на фондовом рынке сша и же на полном ли китая пока не может идти речь спекуляции с целью покупки на китайском рынке сейчас можно это осуществить и то очень осложно нужно быть по поводу американского рынка пока мы находимся в нисходящем движении в нисходящем тренде это нехорошо но еще раз обращаю ваше внимание на поддержку который сейчас тестируется 4350 приблизительно и в случае если произойдет накопление энергии расширяющейся формации или что-то вроде этого на графиках там часовой то четырех часов конечно навряд ли она даст вам такие преждевременный сигнал на часовом на 30 минутам возможно он даст если такое получится то это признак того что цена может немножко пресс притормаживать спад но мы все еще находимся на в нисходящем движении по этим по фондовом рынке сша конечно же и евро и фунт и австралиец и также новозеландец они все могут продолжать свое снижение если у нас какой-либо намек на дальнейшего спасения этих к сожалению нет и кстати еще напоминаю я ради эксперимента вчера открывал по некоторым активам экспериментальную как бы экспериментальной сделки на демо счете и как выяснилось друзья есть моменты моменты неопределенности на рынках в течение которого нельзя торговать какая бы система у вас не было и я такие эксперименты проводил очень часто но к сожалению есть и на самом деле есть неопределенность на рынках это значит что происходит какой-то расширяющийся формации например как по smp 500 происходило или же как по некоторым другим активам происходило и во время этих расширяющихся формации невозможно торговать там нужно просто очень жестко разрушать соотношение тейк профита к стоп лоссу из-за этого вы просто уже не в системе торгуйте возможно даже если будут какие-то выража то это уже не по вашей системе и будут ли они продолжаться дальше или нет то есть если есть моменты неопределенности на рынках то зачастую это может обернуться если там будете сильно активничать если реально нет понимания того что происходит его принимаете тот факт ту реальность потому что у каждого из нас своя реальность что на рынке неопределенность то лучше не трогать его то есть лучше не зайти евро и usd я имею ввиду расширяющийся формат это когда вот раз расширение 2 3 расширения и здесь даже расширение то есть здесь вот как выбило по стопам и в таких случаях лучше вообще на самом деле не зайти поэтому имейте ввиду кстати у нас завтра будет по дима конкурсом обзор рынка и обзор сделок и мы все эти сделки кстати разберем неопределенность на рынках все еще продолжается но единственный момент что сейчас австралийс новозеландец на фоне вот здесь кстати расширение прямо его видно очень хорошо в виде рупора такого австралийс новозеландец под давлением распространение дельта варианта просто еще падает то есть у них все гораздо хуже чем с фунтом из евро у фунта евро есть еще потенциал назвать вот это снижение коррекционным а у австралийца новозеландца к сожалению они скорее всего будут создавать новые минимумы и долгосрок в долгосрочном на долгосрочная картина не могут создавать какие-то там новые минимумы в районе там например нзд юзда может это делать в районе там 67 возможно долларов или чуть больше 6740 австралийс может тоже создавать новые минимумы в ближайшее время в ближайшее время это все признак того что просто показатель того что им хуже из-за того что просто они закрываются но 71 полного по австралийцу то есть они могут создавать такие новые минимумы по евро по доллару нет там ситуация такая сильно прям ужасно у евро вот диапазон который может еще тестироваться от которой цена может еще отбиваться и страх не вернется на рынок то есть вот этот страх когда все начинают продавать вот он не вернется на рынок по фунту тоже то есть у них есть еще потенциал снижения который попал может назваться коррекционным да и все и посмотрите по фунту тоже вот это расширение это очень опасные моменты где вот смотрите 1 2 3 4 вообще поздно это в течение которых просто нельзя торговать и просто вас разносит. То есть нужно дождаться его конца, когда он закончится в случае, если что, зайти и то по уровневому систему. Об этом есть очень много уроков на нашем канале Александра Михайловича Герчика от Виктора Макеева, которых вы тоже можете изучать. Обязательно ищите их в YouTube-канале, в плейлисте у нас на Герчика.ru они есть. И посмотрите. И ждите завтрашнего эфира тоже. Продолжаем. Очень быстренько. Золото 1800 долларов. Наша самая любимая отметка, от которого цена развернулась. Вот от этой отметки мы отталкиваемся уже сколько лет, если не месяц. Ну, несколько месяцев. Она сработала вниз. И насколько еще ниже она спустится. Я поскольку жду разворот доллара, разворота с индексом доллара вниз и временного разворота S&P 500 вверх. Поэтому не могу сказать по поводу того, что цена золота может оказаться под сильным давлением. Она находится под сильным давлением из-за роста доллара, из-за роста облигаций США. И нефть тоже. Но имейте в виду 1770, 1768 или же 7. Они могут тестироваться импульсивно. Если это произойдет сигнал разворота, в случае если дальше цена поджимается к 1770, то это нехорошо. Значит, она может сделать следующий импульс более широким до 1762 или 3 как минимум. Это у нас сейчас свой график. Лучше было бы 15 минутку включить, чтобы вы увидели амплитуду конкретную. Вот. То есть 1770 и 76 приблизительно. Может тестироваться, если цена будет к ним поджиматься, к локальной поддержке. 1773, 70. Если к нему будут поджиматься, то это не очень хорошо. Это признал, потому что импульс последующий может постигать 1760 как минимум 3 или 4. По поводу серебра просили разобрать тоже, кстати. Обращайте внимание расширяющейся формации. Обращайте еще раз внимание расширяющейся формации. Тут очень классная консолидация и со снижением максимумов, на которых можно было полагаться и шортить, кстати. И тут был очень классный момент для входа 26 ориентировочно чуть ниже и стоп, которая относительно последующей цели была бы довольно такой соответствующей по серебру, кстати. Что будет дальше по серебру? Этот отбой меня очень радует. Мне кажется, все-таки ставить на дальнейшее снижение серебра или золота в ближайшее время не стоит. Они могут тестировать дно, но это, скорее всего, возможности дальнейших покупок. Обращаю ваше внимание на новости, которые сейчас есть на рынках по поводу распространения дельта варианта. И по поводу вакцинации, которая с каждым днем выходит новая новость о том, что, к сожалению, их неэффективность падает, падает и падает из-за мутации вируса. Вот. И, конечно же, ФРС, который сегодня, вчера выступил, конечно, сегодня он будет молчать. Посмотрим, возможно, на рынке хоть что-то вернется в норму, пока ФРС будет молчать. По поводу серебряного золота очень мнение рассказал. Юнайтед, доллар, франк, евро, франк, они расширение уже прошли, но они ниже поддержки, но они тестируют эту поддержку, я не могу ставить на дальнейшие снижения прямо со спокойной душой, но тут есть потенциал очень долгосрочно смотреть. не уровень, а потенциал. Это относительно хороший уровень, но опять же, это больше похоже на диапазон какого-то, чем уровня. 1,06, 1,067, 1,063, приблизительно вот этот диапазон может тестироваться. Если она войдет в него и спокойно умеренно начнет снижаться, то это хороший признак того, что шарты можно продлевать, но если нет, то это не очень. Мне кажется, тут может произойти импульсивное снижение и последующий разворот вверх по евро по отношению к франку. По поводу доллара, поскольку мы делаем больше ставку на разворот или же на расширение доллара в ближайшее время, то есть восходящие импульсы, которые будут стокулятивны с целью того, чтобы просто сбить с толку покупателей, а потом их по словам разнести и просто развернуться вниз. Причина этому есть у меня собственно и эта причина в том, что просто сейчас вам покажу. А, он здесь. Потому что на дневном графике доллар приближается к отметке, который является сопротивлением. Исторически его уровнем тоже можно назвать довольно даже зеркальным, но тут все-таки отталкиваться от диапазона гораздо лучше будет. 93, как я сказал, почти, что 94 лучше давайте, и 92,30. 92,30, 94, вот такой диапазон. И по выходу из этого диапазона скорее всего будет яснее. Вот эта консолидация, которая в виде конуса делается, в виде клина, вблизи локальных максимумов, это не очень хороший признак. Это признак разорота. То есть это не знак продолжения роста. Но спекулятивный рост может произойти, особенно исходя из того, что сегодня данные по США нехорошие. Затем, что будет? Затем, по моему мнению, должен быть уже разворот и на S&P и на доллар. Исходя из технического момента, то есть диапазон, который может тестироваться, а это развернет S&P вверх. Быстренько попробуем по нефти и перейдем к биткоину. Тоже, поскольку друзья попросили, я это тоже сделаю. Извините, что сегодня немножко дольше придется задержаться. Нефть, кстати, тоже прорывает минимум. Как раз вчера из-за вот этого роста было мнение о том, что может ли пройти рост дальше. Исходя из того, что психологическая отметка 70 была рядом, исходя из того, что фундаментально нефть пока еще не может расти, мы не ставили на рост доллара, на рост нефти вчера. То есть о том, что о покупке не может идти речь. Кто, конечно, скальпингом занимается, возможно, более-менее что-то сделал или получил. Насколько еще может нефть упасть, насколько доллар сможет расти. Доллар развернется, а рефть тоже, возможно, скорее всего, развернется. Хотя бы коррекционно, хотя бы не то, что прям развернутся, а хотя бы притормозит снижение. 60 долларов это хорошая психологическая отметка. Пусто, она протестируется. Дальше посмотрим. Нефть регулируется очень сильно. Если сейчас падает, значит, он должен падать. И когда ему нужно будет расти, он начнет расти. На дневном графике СМА, быстро скользящая 50-дневная, уже разворачивается к поддержке ЭМА 200-дневной. Это тоже хороший сигнал о том, что цена возможно приближается к разворотной отметке. Такие моменты были здесь, как мы видим. И в целом сильно не приближаются. уже хороший признак о том, что скорее всего мы развороты конкретного не ждем. С одной стороны. Но с другой стороны диапазон, который должен прорваться, чтобы цена ниже опускалась с точки зрения техники, довольно большой. С другой стороны уже нет. Это диапазон довольно широкий. И он может протестироваться просто. И он очень широкий. Еще раз повторяю. 60 долларов. есть даже ждем. 62 ретест. 61 скорее всего 61 идет разбор. Возможно до 60 и не упадет. Конечно же канадец по отношению к доллару падает. доллар канадец пара растет. Близи максимум. Близи максимум. И исходя из этого друзья тоже не знаю насколько еще этот тренд продлится. Но это уже конец потенциала скорее всего. Исходя из технической картины по поводу эфириума. И как вчера мы проводили и рассказывали в целом ситуация пока еще в коррекции. Они все еще находятся в откате в коррекции. И в целом сейчас ситуация немножко может обрадовать. Потому что поддержка протестировалась. И еще раз протестируется. И тут вроде бы неудавшийся размах сформировался. И это может быть хорошо по эфириуму. 3000 долларов тестируется. Цена ниже не хочет опускаться. Это хороший признак. Биткоин 44 тысячи долларов. Отметка от которого цена разворачивается вверх. Тоже довольно хорошая отметка. Насколько она историческая? Довольно хорошая отметка 44 тысячи. Можем прямо исходя из отметка которая сейчас по смп тестируется по биткоину тестируется. решилищая информация по биткоину везде. Она просто тупо везде. Просто в этой неделе нельзя было торговать. Сколько об этом мы говорили и сколько об этом другие аналитики тоже говорили. То есть спекулировать нельзя потому расширяющиеся формации по рынку и просто разрушить всю систему вам придется торговать не по своей системе а с какими-то тех профитами стоп лоссами которые совсем не соответствуют системе рейс менеджменту. По теме отметки которые сейчас тестируются и в биткоине и в эфириуме и на фондовом рынке США и на форекс рынках они являются отметками грани. То есть по всем инструментом которые мы сегодня посмотрели они все на грани зеркальных отметок относительно почти все зеркальные отметки обращайте на это внимание возможно это очень решительный момент для того чтобы вы могли определиться в средние сроки как тренд изменится и как вы будете дневную торговлю открывать какую сторону его изменить поэтому на эти факторы обращайте внимание спасибо что посмотрели извините задержались до следующего эфира друзья всем хорошей торговли не забудьте обязательно комментируйте видео пишите если будут вопросы и лайкайте это видео подписывайтесь на наш канал если забыли об этом у нас есть очень большое количество интересных обзоров от наших трейдеров и обязательно узнаете по поводу наших акций которые есть на главном сайте тоже заходите проверяйте у нас есть много очень интересных вкусных акций до следующей встречи до завтра всем хорошей торговли по клокам